Приветствую вас, друзья и не другие. Сегодня Алексей Венедиктов дезавуировал вчерашнюю информацию о уходе Марина Лошак с поста директора Пушкинского музея. В телеграм-каналах это форсилось вчера активно. Он сказал, что она ставится на своем месте. Насколько я знаю, у нее контракт истекает 2 апреля. 10 лет уже она возглавляет. И она сменила на этом посту Ирину Антонову, которая с начала 60-х возглавляла музей. Мне доводилось беседовать и с той, и с другой. Сравните, пожалуйста. Вот вы обронили реплику насчет того, что современное искусство в Одессе не так представлено, как в Москве. Вы знаете, Кирилл Разлогов, не знаю, является ли он автор этого термина, но он последние годы употребляет такой термин, как «новые варвары». Говоря о людях, которые, условно говоря, командует искусством, не понимая его. Вы замечаете такую тенденцию? Или вы считаете, что Разлогов где-то в чем-то заблуждается? Что сейчас очень многие люди, от которых зависит, в каком направлении будет развиваться культура, они не знают классического искусства, но знают современное и не очень понимают масштабы, соотношения масштабов. Я не знаю, кто эти люди. Жень, честно, я просто не понимаю, про кого идет речь. А я тоже не знаю. Он конкретных фамилий не знал, он говорит, что сейчас командует культурой «новые варвары». Я не знаю, кого именно конкретно он имеет в виду. Просто те люди, которые занимаются современными искусствами, которые успешны, да, вот в этом я имею в виду, которые возглавляют какие-то крупные институции, это все люди очень образованные. Ну, не знаю, Оля Съеблова, Вася Церетели, Катя Дегов. Это все люди, образованию которых можно позавидовать и которые знают очень много. И в том числе знают про старое искусство в том числе. А кто это? Ну, может быть, наверняка есть какие-то люди невежественные. Надо с ним поговорить. Нет, ну, вы знаете, ведь как бы большевики тоже были, как мы знаем, людьми очень образованными. И это были интеллектуалы, тем не менее, они там сочли нужным очень многое разрушить до основания, чтобы затем построить новое. Может быть, что-то имеется в виду. Вы не видите таких тенденций? Нет, нет, я не вижу. Наоборот, абсолютно наоборот. Я со стороны вот тех людей, которых я говорю, которые определяют, если мы не говорим о каких-то, ну, много разных людей на свете, как говорится, у них разные взгляды на жизнь. Но именно те люди, которые определяют, эти люди более чем способные к разговору и уважающие. Ну, правда, это так, поскольку я всех их знаю, с ними сотрудничаю, их уважаю. Поэтому ничего такого в голове у них нет, я это могу точно сказать абсолютно. Они очень любят старое искусство. И если кто-то и ходит на выставки старого искусства, на самом деле, которые именно в нашем музее происходят с регулярностью завидной, то это эти люди, именно они этим восхищаются. Поэтому абсолютно это не так. Ну, те люди, которые по сути своей, по натуре разрушители, такие люди тоже есть. Но они всегда будут, и, наверное, они тоже существуют в нашем мире. Это неизбежно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Вот хотел бы вернуться к тому, с чего вы начали. Про, говоря о новых варварах. Как вы считаете, нынешняя правящая элита, мы говорим не про предпринимателей, олигархов, бизнесменов, про людей, которые находятся у власти. Ну, в Кремле, чиновники, они по своему образовательному цензу, если мы сравниваем с советской элитой, вот перечисленные вами там эпохи, это люди более образованные, мели образованные или образованные по-другому. Вы знаете, я думаю, что если речь идет об относительно молодых людей, то они все-таки получили образование, имели возможность получить неплохое образование. Но это разница. Понимаете, я ведь сталкиваюсь с ними на профессиональной почве, если сталкиваюсь. Вот, к сожалению, знания в области культуры в целом и моей отрасли в области пластических искусств, они явно недостаточны. Я общалась с людьми вот этого класса, как говорится, в некоторых странах. Так. Вот. И я просто знаю, насколько в целом их уровень, как мне кажется, выше. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. С понедельника по четверг в 19.30 С понедельника по четверг в 19.30